Соборное послание святого апостола Якова, первая глава, второго по четвертой стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. Бог испытывает нашу веру. Здесь Яков употребляет слово докимион, буквально означающее испытание. Но не испытание как факт, а испытание как процесс. То есть, когда Яков пишет о том, что Бог испытывает нашу веру, он говорит о том, что этот процесс был начат в определенный момент, и он будет длиться до того момента, когда мы не достигнем необходимого состояния. Еще один очень интересный факт об этом слове. В Древней Греции, как, наверное, и сегодня, это слово употребляется в контексте проверки подлинности. Например, каждый раз, когда торговец получал какую-то монету драгоценную, он ее проверял, он проверял ее подлинность. Как это делается? Сегодня есть другие способы, всякие электронные приборы, но в древности брали золотую или серебряную монету и пытались ее надкусить. Зачем кусали монеты? Дело в том, что в отличие от всех неблагородных металлов, серебро и золото было достаточно мягкие. И если вам попадалась не фальшивая монета, то ваши зубы, как минимум, оставили бы на них след. Итак, когда Бог приносит, допускает в нашу жизнь проблемы и испытания, это не для того, чтобы нас уничтожить, а чтобы проверить подлинность нашей веры. Таким образом, прайсмас – это проверка на подлинность. Сегодня очень многие люди, столкнувшись, например, с коронавирусом, испугались. Один мой знакомый сказал, что не у всех людей одинаковый уровень веры, поэтому не стоит говорить людям, что они чего-то боятся или что-то не то делают. Но я не соглашусь с ним. Дело в том, что вера – это такое дело, что она либо есть, либо ее нет. Как говорится, нельзя быть чуть-чуть беременным, нельзя быть чуть-чуть верующим. Или по понедельникам, по воскресеньям мы верующие, а в среду и пятницу мы не совсем дотягиваем. Так не бывает. Если вы верующий человек, то вы верующие всегда и во всем. Иисус учил нас. Он говорил, что если вы будете иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, то есть самую малость, то вы сможете передвигать горы. Иисус учил нас тому, что вера – это то, что двигает все проблемы с нашего пути. Она у нас либо есть, либо ее нет. И сегодня, когда происходят вот эти все вещи, искушения, проблемы, это просто тест на подлинность нашей веры, насколько она у нас не фальшивая. Если мы пройдем эти испытания, если мы окажемся твердыми в нашей вере, то Бог даст нам невероятную твердость, или, как говорится в нашем переводе, терпение. В греческом оригинале это гипомоны. Буквально означает, смотрите, стойкость, терпение, выдержка, постоянство, выносливость. Правда, интересное слово? Слово терпение само по себе имеет некий такой пассивный залог. То есть, когда мы просто нам больно, и мы терпим, когда нам трудно, и мы не показываем этого, не подаем вида. В то время как стойкость не только характеризует природу, но и говорит об активном действии. Гипомоны – это не просто слово, обозначающее переносить трудности. Это слово буквально говорит о противостоянии, активном противостоянии любого рода трудностям. Это принятие вызова, это противостояние злу, противостояние боли, трудностям и любого рода испытаниям. Гипомоны – это еще и дела, которые мы совершаем, поступки, которые мы совершаем для того, чтобы преодолеть создавшуюся трудную ситуацию, справиться с проблемой, которая возникла рядом с нами или внутри нас. Это не просто черта характера, которая позволяет нам преодолевать и побеждать. Это активное действие по преодолению любого рода искушений. Как вы считаете, насколько мы должны проявлять стойкость? И как отличить стойкость от упрямства?